С приходом весны в нашей стране вступает в силу целый ряд нововведений. В частности, с 1 марта россиян ждут очередные прибавки к пенсиям, новые штрафы за отсутствие техосмотра и другие новшества. Все подробности в традиционном обзоре нашего телеканала. В феврале Государственная Дума Российской Федерации одобрила закон об индексации пенсии военным на 8,6% с 1 января 2022 года. Новые пенсии военные начнут получать с марта. Их размер составит 33 тысячи рублей на человека в среднем по стране. Увеличение пенсии коснется бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, в числе которых МВД, Следственный комитет, Росгвардия, прокуратура, МЧС и ФСИН. Выплаты за январь и февраль придут в этом месяце. Также в марте повышенные пенсии получат те россияне, которым исполнилось 80 лет. Размер доплаты составит 6 564 рубля. Она начисляется через месяц после дня рождения. Кроме того, с 1 марта пропущенные надбавки к пенсии смогут получить те пенсионеры, которые работали и уволились в ноябре или декабре прошлого года. Работающие пенсионеры после увольнения имеют право получать надбавки на общих основаниях. Однако компенсации поступают на счет только через 3-4 месяца. Коснуться нововведения нынешней весной и автомобилистов. С марта автовладельцев, для которых наличие диагностической карты о прохождении техосмотра осталось обязательным, начнут штрафовать за ее отсутствие на 2000 рублей. При этом в течение суток нарушитель может быть оштрафован только один раз и только в том случае, если техническая неисправность визуально заметна. Напомним, по новому закону техосмотр автомобилей, принадлежащих физическим лицам, не обязателен. Исключения составляют те случаи, когда машина используется в качестве такси для перевозки пассажиров или в служебных целях, а также когда в ее конструкцию были внесены изменения и при постановке на учет транспортного средства возрастом более 4 лет. Кроме того, с начала весны вступают в силу новые правила о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии. Главным отличием нового документа от действующих правил станет то, что требования к пользованию жилыми помещениями будут предъявляться не только гражданам, но и к юрлицам, которые являются собственниками помещений. Согласно действующему закону, к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Парапеты, козырек балкона, балконные двери и проемы, окна – личное имущество, содержание которого собственник осуществляет самостоятельно. Он имеет право заменять окна и балконные двери, утеплять стены разрешенными материалами, устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. Также нынешней весной вводятся штрафы за незаконный сбор благотворительных пожертвований с помощью ящиков. На землях сельхозназначения можно будет строить жилые дома. Об этих и других нововведениях более подробно читайте на страницах интернет-портала panorama.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова